Новый Завет – это, вероятно, довольно поверхностная книга. Плохой эврит и историческая ложь. Наш народ учат бояться читать эту книгу. Честно говоря, я была шокирована. В течение двух тысяч лет они лгали нашему народу. Я из марокканской еврейской семьи. Я израильтянка. Я постилась в Йом-Кипур. Я знаю молитвы моей любимой марокканской синагоги в моем родном городе. Если ты марокканский еврей, ты знаешь ее. Йом-Кипура, считай, нет, если ты не поешь эту песню именно так. В 15 лет я узнала секрет о том, что моя старшая сестра стала христианкой. Или что-то в этом роде. Она верит в Йешу. Это была непростая ситуация для моей семьи. Я была очень расстроена. Для меня были очень важны иудаизм и сионизм. Я сказала, как это, ты стала предательницей. Теперь ты христианка. Ты больше не часть нашего народа. Они промыли тебе мозги. Ты в какой-то секте. Мы долгое время не видели ее за шаббатним ужином. В течение многих лет я была участницей молодежного движения. Я очень серьезно относилась к этому. Я жила в основной группе в коммуне тренировочного лагеря. В армии я была в бригаде Нахаль. В конце армейской службы к нам обратились из Министерства обороны. Они предложили нам поселиться на старой армейской базе в Галилее. Мы основали там кибуц. Мы восхищались такими людьми, как Карл Маркс. Мы много изучали философию, психологию. Мы создадим лучшее общество, утопическое общество, социалистическое, идеалистическое. Не было никакого Бога, никакого Бога. Это было очевидно. Я начала заниматься вопросами сосуществования евреев и арабов, помогать людям, помогать нуждающимся. И я была уверена, что я на правильном пути, что я нашла истину. На какой-то стадии я протрезвела. Я поняла, что со всем нашим идеализмом, нашим благородством и прекрасными идеями в своей повседневной жизни мы не живем в любви между собой. Я поняла, что это была ложь. Это была не та жизнь, которой я хотела жить. Я была в поисках себя. Я была в депрессии. Что делают израильтяне? Работают и путешествуют. Я сказала, я поеду в Южную Америку. В конце концов, я поняла, что у меня недостаточно денег для продолжительной поездки в Южную Америку. Поэтому я отправилась в Индию. Что делают в Индии? Все знают, что будь ты за наркотики или против них, ты их находишь и что-то где-то куришь. Я помню, как была на Гуа. Я получила электронное письмо от другой своей сестры. Она теперь тоже верит в Ишуа. Раньше она увлекалась кабалой, медитацией, спиритизмом, целительством. Я сказала, послушайте, что здесь происходит. Еще одна сестра сошла с ума. Ей промыли мозги. Она попала в секту. Она стала христианкой. Что происходит с моей семьей? Я начну читать, начну это подробнее исследовать. Я приду к ним и докажу, что они неправы. Я взяла Новый Завет. К этой книге я подходила с опасением. Наш народ учат бояться этой книги. Это точно поверхностная, неглубокая книга. С плохим евритом, полная историческая лжи. Я набралась смелости, начала читать. И я была шокирована. Вау! Это же еврейская книга. Это все произошло здесь, в земле Израиля. Иешуа, он один из нас. Почему они так много нам лгали? В течение двух тысяч лет они говорили ложь моему народу. Я помню, что я просто так сильно полюбила Иешуа. Я пришла из социалистического образа жизни. Мы пытались быть идеальными и прекрасными людьми, своими собственными силами. И вдруг есть такая личность, как Иешуа. Есть такое добро. Просто из-за того, кто он такой. Он не пытался утвердиться ни перед кем. И он жил жизнью, которая принималась другими и нравилась им. Он делился всем, что у него было, со своими учениками. Я сказала, если Бог существует, я хочу познать Его сама. Я не хочу религию. Я не хочу, чтобы кто-то рассказывал мне, что я должна делать то или это. Молиться сотни раз. У меня аллергия на религию. Меня не интересует религия. В то время я жила в Тель-Авиве, городе греха. Я помню, как гуляла с собакой по пляжу и сказала, «Боже, если Ты существуешь, покажи мне. Если Иешуа – истинный Мессия и Твой Сын, я хочу знать. Я действительно хочу знать. И если Ты реален, я отдам Тебе всю мою жизнь». Больше, чем я отдавала, когда была в Кибуце. Больше, чем когда жила социалистической жизнью. Я была там одним из лидеров. «Я отдам Тебе всю себя». И я действительно почувствовала Божье присутствие, присутствие Мессии Иешуа. И никому даже не нужно было объяснять мне это. Я просто знала, что Иешуа – часть Бога. Я упала на пол в своей комнате. Я покаялась. Я даже не имела понятия, что такое покаяние. Я даже не думала в этом направлении. Я взяла наркотики, которые у меня были, и выбросила их в мусорное ведро. В какой-то момент мои родители обнаружили, что я тоже верю в Иешуа. Я уверена, что это было тяжело для них. Но они действительно увидели перемену в моей жизни. Они увидели, как я превратилась из депрессивной, запутавшейся и не имеющей цели девушки в очень счастливого и очень умиротворенного человека. Я просто поняла, что в жизни есть смысл. И этот смысл в том, чтобы познать Его, познать Иешуа.